не работает ссылка вот ну что то что это привет что сделаешь что ты так грустишь у тебя же не было вот ей грустил скажи пожалуйста почему у тебя русская фамилия карпов почему не украинская в те далекие времена когда российская империя оккупировала украину и приехали ваши малограмотные писари и подходили люди украинцы да там когда в армию набирали вот он говорил ты кто блять сидел такой блять стал мудом и этот говорит я коваль тот каждый пучка валю 5 записка валю потому что у нас и наук заканчивается ты кто я карт пыли получить так ты будешь карпов пилипов и так далее поэтому то что там делаешь делаешь вообще не фамилий на самом деле дело то что у тебя в голове и в сердце ты можешь сто процентные русские у меня полно таких у меня полного то передаю привет 25 бригаде русские полностью и воюют за украину понимаешь это это абсолютно не это склад не знаю ума характера может земля украинская как-то людей меняет ты можешь быть негр даже абсолютно быть он я видел ставка файли по телеку видел такой чернокожий приехал он выучил украинский язык лучше чем я даже может знаю за за три года его спрашивают зачем учили украинский язык на ритме но я приехал страну это это уважение учите язык страны в украинском овец или поведая к же я выучил украинскую муку на украинском языке а у нас половина населения сука ублюдки которые не могут выучить украинский язык просто русскоязычной челюстью потому что они блядь я слышал что ты собираешься создавать свою партию то пытаемся создавать что-то это все грустно идет пока но грустно но с таким отношением как ты тут разговариваешь что думаю что что-то справедливо ну я думаю что такие депутаты значит справедливо жизнь несправедлива в принципе шо справедливо ну ты как каким таким отношениям с ужасным как-то общаешься как ты выражаешься но это очень такое как с я с оккупантами так общаюсь а как ты хочешь я шо в россии хочу политическую партию не только не только с россиянами ты общаешься так ну хорошо с кем шо шо тебе не понравилось кому я там нахамил давай добавить термилл в первую очередь кому не только россия но ты всех уже решил оскорбить ну кого я сказал ребята сейчас ребята чате кто оскорбился ставим плюсик в кто кого там полтава оскорбил сейчас посчитаю всех обиженных давайте кто там пострадал от полтора но кодовать 11000 давай сейчас посмотрим плюсик ставим кто пострадала полтавы давайте веселей даю время сейчас там чуть трансляция отпадает а пока налью который грузин который на самом деле армянин потому что побородишь тебя люди вычислили уже почему-то тренировки стрим стрим ты перекрылся жутко топит за сакашвили понимаешь подожди есть сейчас мы почитаем фамилии тех кто пострадавший иван завху загву вот это вот ребята боты российские которые сидят ходят сюда они не могут запомнить ну какой-то членораздел там андрей карпов даже сделать ник они делают три буквы три буквы иван за эти раз 4 4 4 перебивать и опять тебе звук выключу потому что часть плохо воспитывали родителей как дякуй за ваше шоу привит вильнюса славы украине привет вильнюс я кстати комменты читал что ты скажешь вот комменты я читал тебе еще раз говорю если будешь шуметь я тебе выключу звук я сейчас общаюсь со зрителями так минусы минусы так боярка напиток рабов но этот народ стебется но одни минусы на самом деле видишь говорят что никто не пострадал поэтому твой наезд без почвенин тут пару свиноруса у которых жопа бы но ребята ну-ка жопа болит я же могил мазь мы продаем специальную иван сидоров пожалуйста тоже у него жопа болит все остальные минусы ставят так что не надо все тут вас вопросы ты хотел сказать что я тебя обидел до грузина который все говорят что ты не грузина армянин который живет в москве они в грузии я могу доказать по фамилии надо мне ничего не надо снимать что они сейчас опять перестать и и он нам жутко рекомендует своего грузина в украину какого-то хрена мы рим не надо спасибо если он такой хороший заберите пожалуйста в грузию ну или москву порошенко нахуя пригласил вот скажи мне тогда вот представь ты мне при ну блин вот мне посмотри сейчас ситуация тоже скажут андрей ну нахуя ты этого бородатого пригласил понимаешь то же самое кого 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 из россии еще в эту чат рулетки ему показать если из адекватности можно поговорить только вот этот бородатый который себя перебивает это же грузин тоже дайте саакашвили получилось была ситуация какая посмотрели все вокруг варьё этот бродячий цирк горит от тарата на свалите шашлык машины к я жарю классно давайте мы сделаем сейчас но конфетка вот как шашлык давайте подложить вам еще хачапури все его порошенко позвала риту разу раз человеку как бы нормальный может все заниматься пусть хотя бы сделать в одесской области там же курорт организует там все нихера не смог этот в одессе или все нашли прошлый раз это рассказывал скажи пожалуйста мне вот такой вопрос еще очень важный а кто тебе сказал что ты тут выше вопросы кто кто сказал кто сказал что тем более очень коммент коммент я там читаю мне смешно самому тот кто не верит то что я грузин я могу на грузинском спокойно разговаривать давай на грузинском скажи мне что-нибудь так ребята переведите мне что он матерится сейчас по грузинском что они понимают да они не поймут наверное если там грузин сейчас в случае когда я сказал говори по-русски мы тебе не понимаем армяне под армяне по-другому говорят армяне могут сказать что я мама грузинка папа армянин или наоборот нет нет у меня фамилия реально в этот грузинского меня никто из армянов нет я не знаю кто так сказал но это я читаю комментами он пишет армянин армянин он и восклицательный знак чувак но люди про тебя лучше знают мне хорошо пускай будет я уже привык я и афганец и в москве и араб и турок послушайте тебе проще ты теперь говоришь что ты москвич только не машина а как бы житель коренной москвы слушай вот следующий раз воскресенье если вот воскресенье или в среду ты создашь стрим я был весь ваш бродячий цирк приедет да нет я как раз я как раз в грузии буду отлично вот в грузии лови ты vpn поставишь и типа с грузии я понял главное не протупи как вот там девочка в инстаграме фоткалась я в париже блин я в этом в нью-йорке а все время на фоне кухни аэропорта с аэропорта я вам покажу где я нахожу если тебе так интересно что я не езжу в грузии не знаю какая там политика если думаю что вообще не думаю что там вообще там творится вот как раз таки создавший стрим я тебе покажу с аэропорта не тарахти потому что я когда так тратишь у меня только шум чая крик чая в голове и не успевать у тебя сейчас там эта крыша едет от чая поэтому от чая это не такой чай как вы себя завариваете дурая проблема не пойму почему это не в топе тюбок аэропорта хуй там хуяришь я даже не знаю что там хуяришь какой-то грудной сбор но не для то чтобы грудь росла для что бронхи вы вылечить а чтобы вес прибавил я понял нормально какой вес причем тут вес причем тут бронхи к весу ну так правильно просто отмазываешь что якобы там у тебя там болезнь и так далее что у тебя за чашечка такая симпатична голубая прям как если вы хотите украсть опять что голубую не эту что они потому что у вас одни то-то границу украины пересекает у чашку мы хотим своровать нет чашечка просто у меня ассоциация с песни голубая луна на то что сейчас пьешь поэтому этот кружечку чувак ну ты завязывайся этими ассоциациями плывы плывы в сразу у нас говорят слышь то россияне все гомосяво тему и ты оказывается сюда не с благими намерениями это галубенькую пьешь просто понимаешь себя кружечка такая это крошка чувак и это это знаешь как у того психиатры что вы видите на этой картинке ну там знаешь как все показывают тут говорит тут говорит всем человек ебутся тутых вторую картинку тоже тот восемь человек ебутся то ведь все вы там сумасшедшего ходите тут уже вышел потом возвращается и доктора лет ну ладно я сумасшедшие марино откуда вас такие картинки тогда скажу просто как-то вот собираешься партию создавать вот с таким отношением? Вот как ты высказываешься? Вот ты иногда неадекватно на самом деле. Украине, наконец-то нужны такие политики, которые будут говорить людям правду. И если будут говорить украинцам, что вы ленивые совки, и вы не настроены на работу, на результат, а хотите просто ходить на работу, да, конечно, я может не доберу там с первого раза каких-то... Не думаю об этом. Да, но кто-то должен вообще сказать правду, потому что у нас все популисты. Саакашвили ваш популист, Юля популистка, и все там, кого не возьми, все популисты. Порошенко популисты тоже популисты. Да, Порошенко пришлось быть популистом, потому что на том этапе, для того, чтобы в стране навести порядок... Знаешь, я же не рассказывал пример, ты все забываешь. Ребенку, да, вот ребенку надо дать горькое лекарство. Ребенок... Вот Украина, это ребенок, который не хочет пить горькое лекарство. Но ему надо сказать, пей это варенье малиновое, рот открыли, засунули, глотнул, и стало легче. Вот так точно тут же. Я тебе сейчас прочитаю. Вы же не знаете, что это популисты. Про себя ты уже все сказал, что да, ты действительно не станешь никакой там депутатом, просто популистом. Вот ты время покажешь, ты не переживай за это. Вот мы сейчас посмотрим, я вам зачту, просто люди не знают, что такое популизм. Сейчас мы вот с Википедии... Слушай, слушай... Секундочку, минуточку, я же тебе говорю, я буду зачитывать. Украинскую мову специально для украинцев. Популизм, политика або риторика, яка апелює до простих народних мас. Їхніх надій, страхів, незадоволення життям і грунтується на протиставленні інтересів широких мас населення інтересам еліти. В англомовній літературі термін переважно використовується як відповідник українського поняття народництво. І англійською мовою народництво переважно прикладається як популізм. І далеко не завжди має негативні конотації. Поняття, як право використовується з негативною конотацією, найчастіше вживається для означення політики, загравання влади з народом, для забезпечення популярності або також поверхневої критики верхів, еліти, влади, що характеризуються демагогічними гаслами та необґрунтованими обіцянками. Не обґрунтованими обіцянками. Це те, що в нас займаються всі політики. Аж спотел. Ти це говорили вже. Аж спотел вже. Що случилось? Витри хотя бы лоб. У тебе там бюджет такой. Зачем? Та не, переживай. Висти там салфеточка? Я вижу, ты хочеш прийти поціловати мене в лобі. Ты мене насараживаєш. Не, я просто хочу сказать, що ти просто як ведущий, протри хотя бы. Ну що такое? Не, мне так нравится. Дай тебе там сахар дам. Теба зубочистка нужна? Та що ти так возбудився, успокойся. Покушав просто, я понимаю. Ти тоже там, я понимаю, що тебе не хватає, видимо, в Москве мужской любви. Ну, я не по этой части. Все, давай, ваша любовь с Акашвили, я вам почитал. Он, кстати, посмотрел, ефір сказав, що ти долбов'ёб на самом деле. Сакварелидзе даже посмотрел, він даже і висловив. Я говорю, посмотри на твое дебилу. А то все эти люди. Это все из бродячого церкви, из вашего. Полицию мы создали, Аваков там её бьют. Посмотри на эту недоделанную полицию. Нет, патрульная полиция молодцы. Ну так а що реформу не допровели до конца? Все такое, понимаешь. Так Аваков, у Авакова жопа горит. Немножко приукрасили, приукрасили, сказали, посмотрите, как все здорово. Так у Авакова жопа горит, на самом деле. Вот че он там сидит, я не понял. Тем более армянин бакинский. У Аваков это же он все сделал. Типа Петру подошел, блять, убери его нахуй. Секунду, шо ты хочешь? Секунду, мы меняем все цивилизованным путем. Вы меняете? Да, на следующих выборах. Что вы там меняете, я тебя умоляю. Блин, ты опять начал перебирать. Ну шо ж ты такой невоспитанный? Кто тебя воспитывал? Так вот, я выключил звук, потому что ты все это. Так вот, я говорю, на следующих выборах придет, я надеюсь, нормальная, новая политическая элита, а по-простому нужны нормальные люди и специалисты, которые придут. И будет другой человек, будут другие, ну я надеюсь, конечно. А может будет опять Аваков. Хер его знает, ребята. Все время покажем. Все, давай, удачи вам. Давайте, не хворать. Ты хочешь попрощаться? Да, давай, а то опять будешь ныть потом. Хорошо. Я хочу сказать, ты думаешь, что там еще... Ты попрощаться хотел, давай. Нет, я бы хотел тебя спросить. Ты думаешь, что что-то исправится там с этим Аваковым Петром Порошенко? Что-то ты думаешь, что там будет? Хотя бы надо попробовать. Ты не считаешь? Или надо как в России сидеть, вот как ты, сбежать из Грузии, сидеть в Москве? А с чего ты взял, что я сбежал? Вот мне просто интересно. Я что, не имею права в других странах жить? Почему? Порошенко, иди, живут в Англии. Вы все такие молодцы. Говорите, как охрененно в Грузии. Какой там можно классный бизнес. Прямо Саакашвили его там превознес. До небес. Как прямо как в том фильме. Говорит, сено, говорит, офигенное сено, говорит. Три рубля стоит. Стоит-то оно, стоит, да и живешь, никто не покупает. Вот так и в Грузии что-то вы бизнес не хотите организовать. Я тебе объясняю то, что я двух странах живой. Туда и сюда жить. Все, удачи, да. Ты вот, блин, как Исаакашвили. Человек мира. А у Патрио Порошенко дети не гуляют, разве? А у олигархов дети разве не туснутся в других странах? А там в Европе барыги уже нашлись какие-то очередные, нет? Какие барыги сейчас не сижу, блядь? Да, он же все нормально. Он скоро приедет, у вас опять будет пиздать. Опять будет через границу ломиться. Я надеюсь, во второй раз наши пограничники уже не будут тупить и будут стрелять на поражение. А это мы посмотрим. Вот, и посмотрим. Вот, согласен, давай. А то шастает туда-сюда, кто не попает. Опять ты, блин. Я же тебе говорил, куда сказал. Подожди. Я же показал. Вот так и вы туда идете со своими советами. Да подожди. Да я подожду, давай. Вот, спасибо за комментарий. Пиздон такой же, как и Саакашвили. Все, нам пытаются что-то втюхать. Популисты херовые, блядь. Ребята, так же, как на канале, так же и в Украине, не должно быть этого популизма. Должно быть четко. Я делаю для вас, вы делаете что-то для меня. Вы делаете что-то для Украины, Украина делает что-то для вас. Просто родиться, открыть рот и орать, что вам все должны. С какого хера сделайте что-то для себя и сделайте что-то для Украины и для окружения своего. Вот ты нас не уважаешь. Да, вы должны заслужить свое уважение, понимаете. Ну, что вас уважали. Что-то добиться. Какой-то профессии, умения. Сделайте что-то для общества. С какого вы хера решили, что вы должны все пенсию огромную получать, огромные зарплаты. Просто с ничего. Ну, с чего вы так решили? Охм. Продолжение следует...